И к другим темам. Сегодня в информационном центре АЭС состоялось торжественное открытие Академии юных исследователей. В этом году конференция отмечает маленький юбилей. Форум объединяет одаренных детей уже пятый год подряд. Более 180 участников заявили свои работы на этот раз. Подробности у Сергея Овчаренко. Академия юных исследователей в этом году собрала 183 участников в трех возрастных группах от 16 до 17 лет. Форум проходит по шести направлениям и продолжается целый месяц. Вслед за открытием начала работу секция «Дети техника творчества». Жюри оценило работы школьников. Научные доклады, дефиле роботов, конструирование и рисунок. Представленные роботы отличались размерами, материалами и оригинальными подходами к сборке. Я делала его еще в четвертом классе. Сделала пластика, пластмассы разного материала. Назвал его охранником, потому что на руках пистолет, тепловая пушка, вертолет взлетает на воздух и слеживает разные места. У меня робот-банкобот. Он ходит и может перевозить небольшие грузы. А из чего ты сделал? Что за материалы? Ну, здесь он, в принципе, пластмассы, проволока и трубочки. Он ходит просто и он может выиграть в конкурсе какого-нибудь красоты. Почему ты именно банка-робот, а не какой-нибудь робот? Почему тебе это идея? Ну, потому что он предназначен больше для банок, тут они помещаются и можно там перевозить их. И он больше похож на робота. В отделении дефиле ребята демонстрировали не только конструкцию своих роботов, но также и программную начинку, что очень важно в этом соревновании. Сам же смысл испытания заключается в точности прохождения дистанции роботом. Машина не должна выехать за пределы импровизированного подиума. Робот называется Дракстер. Этот робот сделан для соревнований дефиле. Суть соревнований, что робот должен проехать по 7-метровому коридору, развернуться и приехать на старт. Довольно очень сложно стабилизировать движение, чтобы проехать всю трассу полностью. Суть соревнований дефиле в том, что на роботе установлены два двигателя. Эти два двигателя синхронизированы между собой, поэтому один может крутиться быстрее, а другой медленнее. В результате чего робот может скашивать с пути и выезжать за пределы поля. Обычно в соревнованиях по робототехнике участвуют одни мальчики. Но в этом году за звание лучшего с ними борется и Юлия Гончарова. Школьница заявила сразу в двух номинациях. Мне это интереснее, это неординарно. Я единственная девочка, поэтому мне это нравится. Сергей Овчаренко, Петр Авдеенко, Новости ВТВ.